Здравствуй у всех, кто смотрит. Это Кот, это Аттила. И это мое продолжение прохождения за Западную Римскую империю. Война против всех, никакого никому мира. В прошлой серии я грохнул Франков. Вот мой волшебный император, которого я из Камулудуна вызвал. Здесь, кстати говоря, волшебные саксы. А где они на карте вообще находятся? Я так понимаю, что где-то здесь, вот это вот саксы, да? То есть, теоретически, за мной сейчас они могут прийти вот отсюда, если у них есть еще армия. Мне не очень хочется туда, на самом деле, бежать, проверять. Давайте я высажусь императором сюда, чтобы передать войска вот в эту армию. А самого императора я, пожалуй, потом расформирую. А, я не могу на этот ход ничего сделать, да, такого? Придется на следующее это дело делать. Ладно, этих я объединю. Вот, таким образом сокращу немножечко себе расходы. Вот эта штука мне больше не нужна, она очень дорогая. Я оставлю обычный анагар, который, ну, за который я меньше плачу 215 монет. Это я все пока оставлю. Это я все оставлю. Хотя, нет, оставлю. Ну, блин, пускай восстанавливаются. У меня, конечно, с пищей проблемы были. Поэтому, скорее всего, я получу еще дополнительные повреждения. Но, как бы, делать нечего. В общем, с этим еще что? Это у нас кто? Это как раз император. Императору я сплоченность добавлю и... И порядок общественный. У меня пока с порядком проблемы, поэтому я буду везде порядок пихать. И еще вот сюда. То есть потом я куда императора пихну, сразу порядок будет возрастать. И здесь тоже, здесь что? Тоже легат, сплоченность и хитрость, общественный порядок. Да, стоимость содержания уменьшается тоже неплохо. Тут это будет сплоченность на своей земле и общественный порядок тоже. У меня сейчас с порядком большие проблемы везде. Поэтому это важно. Далее, что у меня тут? Здесь у меня пикты стоят огромным стеком. 11 и 7. Если они сюда нападут, они осадят и барак. Я не смогу его дело нанять. Пускай лучше они его осадят. Я не знаю. Может быть даже попытаются его захватить. Я нанесу им какое-то количество повреждений. Потом его либо отобью, либо разрушу, либо еще что-нибудь. Отойду в линд. Это еще связано с тем, что вот эти ребята с акси могут до линда дойти запросто. Также они могут дойти до коммулодона. И на этот счет у меня тоже есть мысли. Так, что тут? Тут я ничего делать не буду. Попробую нанять 3 отряда. Если они не нападут. Ой. Наемников никаких, к сожалению, не могу нанять. Если они не нападут, то у меня наймутся 3 отряда. Ну и если нападут, значит не наймутся. Что сделать? Так же коммулодона не могут напасть. Здесь коммулодонами у меня не очень, мягко говоря, гарнизон. Плюс не факт, что я смогу вернуться обратно, блин, армия. А я хочу этого распустить императора, а вторая армия уплыть в Британию, чтобы здесь порядок навести. И забыть уже про пиктов и все остальное. Конитель, который вот еще в Шотландии здесь висит. Поэтому временно придется Британский фронт усилить. Значит, каким образом я это сделаю? У меня есть еще один... Возможность одного генерала сюда впихнуть. Но я соберу флот. Вы же знаете, как я люблю флот, правильно? Как я могу без флота? Поэтому я собираю флот и нанимаю какие-то самые дешевые корабли. Самые дешевые вот эти. Это ударная, сокрушительный таран. Вот и хорошо. Хорошо. Я так понимаю, здесь таран не такой классный, как в Первом Риме. Но все равно он вполне себе работает. Если его правильно применять, то можно даже что-то с этого сделать. Так, у меня уже север здесь полностью закончен. Я здесь, к сожалению, ничего на этот ход больше сделать не могу. Голод идет у меня. Печаль, конечно. Минус 3% я получу во всех провинциях. И рост у меня снизился, блин. Ну, как бы тяжело было это дело рассчитать, что тут сделаешь. Так, здесь у меня, кстати, очень низкая сплоченность у этого чела. Он, по-моему, он... Я его что-то с должностью сделал, да? Он недоволен. Нет, это у меня недоволен чел, которого я усыновил, но он должен должность получить. А это вот этот недоволен у меня. Че он недоволен? Близится к точке 6-10. Да нет, вроде нормально. А, сплоченность и недовольство, это вообще разные вещи. Мне надо сплоченность повышать здесь. Он, видимо... Как-то... Я же не грабил, что ли, или что? Я не понимаю. Почему такая низкая сплоченность? Хер его знает. Через сколько ходов у него есть? А не, нормально у него сплоченность. У него изменение за ход 80. Он на следующий ход получит офигенную сплоченность. Так, все, все, забыли. Здесь все в порядке. Здесь ураганят вандалы. Я пока с ними ничего сделать не могу, к сожалению. У меня в августе маленький гарнизон. Но там стены есть. Ну, короче говоря, если они на августу нападут, то они просто так не выживут. Плюс у меня здесь армия. Я, может быть, их даже добить смогу. Здесь я, видимо, дернул армию на быстром марше, да? К сожалению. Надо потихоньку в аквиле и отступать. Лучше это делать не мимо вандалов, а вот так вот. Я хочу спасти эту армию. Здесь я, в принципе, могу нанять наемников. Но я не буду это делать прямо сейчас, потому что я получу тогда, ну, этот, расходы, да, большие. Так как в этой провинции, это Сиция, это где у нас? Это Далмация, да? В этой провинции я не вижу особо, кто еще может нанять этих наемников. Но вот эти, конечно, могут теоретически. Но что бы им отсюда заходить, да? Поэтому, наверное, я не буду пока сейчас нанимать. Найму на следующий ход и уже уйду в аквилею. Но мне нужны, как бы, конец. Потому что я не могу сейчас никакую конницу нанимать, даже свою дохлую. Я потому что посносил себе по стройке. Вот. Строительство я не трогаю. Я более-менее нормально все распределил еще в прошлой серии. Поэтому пока строительство не трогаю. Значит, что тут у нас по армиям-то еще? Здесь, понятно, идет набор флота. Гонория я расформирую пока. Потом его на угрожающее направление куда-нибудь терну. Этот походил. Эти походили. Этот вот только что походил. Квинт. Ага. Ну да. Сейчас к квинту вернемся. И этот походил. Квинт. Смотрим. У меня здесь 14 рыл. Мне на самом деле стрёмно. У меня второго шанса, боюсь, не будет сюда идти. У них тут минус 19, да? Гитула. У меня второго шанса сюда идти не будет. Что я могу здесь нанять из наемников? Ни хера. Поэтому мне придется еще подождать. Я так думаю. Пронанимать войска. Может быть... Потому что они сейчас, во-первых, получат повреждения. Плюс я пойду через пустыню еще повреждения получу. Помимо голода, да? А там жесткая армия с кучей всяких верблюдов наверняка. Вот как здесь примерно, да? Скорее всего. Как у всех восточников. Кстати говоря, с обратно они атакуют, видимо, на следующий ход. Я с этим ничего не сделаю, к сожалению. Снести тут я все снес уже. Выиграть эту битву не смогу. Но попытаюсь хоть какие-то повреждения нанести. Так. По поводу армии я вроде бы закончил. У меня минус 467 заход. Ну, как бы ничего лучше я не могу сделать пока. Здесь со всеми война у меня хорошо. Доклады о битвах это неинтересно. Я это и так сам все знаю. В поселениях. Ну, вот как бы... 1700, кстати, у меня еще денег есть. 1700, да? Может, что-нибудь построить еще? Вена, поля. У меня в Вене с пищей так более-менее, да? И это нормандская галя. И порядок здесь растет. Поэтому сюда вкладывать пока смысла особого нет. У меня порядок здесь растет. Все растет. Единственное, что я хотел, вот не то, чтобы мне это сильно надо было, но я очень хочу нанять какого-нибудь агента. Дезинформация. Опыт плюс один для новых отрядов стрелков-метателей при полководце. И дезинформация войск. Я вот даже не знаю, а кого я буду стрелков нанимать? Благодаря все время не буду. Давайте я возьму вот этого. Я просто хочу посмотреть, понять для себя, как работают агенты, продитеры. Я не хочу нанять здесь его. Собственно, я здесь специально и оставил единственную эту таберну для того, чтобы помочь мне с этими, со свебами в будущем. Насчет свебов. Ну и вот у меня как бы в ноль как раз все нормально уходит. Насчет свебов у меня тоже мысль. Я хочу потом вернуть свои армии. Я, во-первых, гонория как-нибудь уведу. Вот эту, может быть, армию временно до них доведу. И, может быть, гонория где-нибудь высажу. И попробую что-нибудь нанять. Единственное, что мне по-хорошему нужно построить что-нибудь для наема, а негде, да? Потому что одними лимитанами с ними сражаться. Хотя, почему нет? Итак, вот такая канитель. 17-20. Маловато, да? Да, маловато, конечно. Ну, делать-то нечего. Сейчас будет несколько потных сражений, большинство из которых я, наверное, проиграю. Но, как бы, что делать? Такова судьба Западно-Римской империи. Немножечко придется отдать регионов. Я пока еще ни одного региона не потерял, но это второй ход, в конце концов, да? В то же время за эти два хода я вот снес здесь, снес, здесь, снес, здесь и снес здесь. Неплохо же? По-моему, неплохо. Для начала. Теперь, так сказать, получу обратный удар. Итак, поехали. Аланы, Анты, Остготы. Остготы что-то бегают, но не нападают. Это что такое? На ЮАФ? Они второй раз уже нападают на ЮАФ. У меня на меня уже и так покоцаны. Я и в тот-то раз ничего сделать-то не смог. Ладно, давай, сбалансированный. Авторасчет нажму. Бестолковую такую битву играть там. Два раза чихнуть им. Вандалы потеряли 9 человек всего. Как бы. Наверняка можно было убить у них и 30. Но знаешь, 9 и 30 разница небольшая. И они отступают на ЮАФ. На ЮАФ. То есть у меня там набор не произошел. Сейчас я эти деньги себе верну. Гармантиды. Ну, собственно, они видно были, куда шли. Здесь шансов никаких. Абсолютно никаких шансов. Но я хочу у них убить хотя бы пару отрядов, может быть, да? Давайте сыграем. Сыграю я эту битву сам. Блядь, тут 5 отрядов у меня всего. 232. И у них 1100. Очень много кавалерий. Никаких шансов. Ну, в общем, встретимся на поле боя. Вон, тут включил я пораньше, чтобы вот эту картинку вы заценили. Посмотрите, сколько у них верблюдов. Сколько всякой кавалерии. Жуть. Ну, давай смотреть. Нападают они с трех сторон. Поселение. Такое довольно неплохое. В плане, бывает и хуже для защиты, да? Это я первое буду вы... Как оно называется? Выгружать сразу. Не с кем там воевать, да? Мы посмотрим, чего я хочу. Собственно, буду ли я защищать поселение. Наверное, да. Хотя здесь у них две конницы. О! О! Баллиста, ёпи, первый театр. Вот это вот как раз моя цель. Вот её я снесу однозначно. Куда запихнуть так, чтобы не увидели они меня? Вот сюда в кусты спрячу конницу. Подожду, пока пройдут вот эти все конители. Значит, соответственно, здесь два коня. Поэтому вот этих коней я буду встречать вот здесь вот лимитанами своими. Вот так. Здесь у меня куча всего. Ну, как бы, что тут сделаешь? Тут ничего не сделаешь. Поэтому ставлю когорту. Главное, про неё не забыть. Я её не ставлю сразу в подвижную черепаху. Хочу, чтобы они сначала пилумы свои пустили. Они, кстати, довольно далеко. Их швыряют. Вот, смотрите. Вот они аж до вот этого проходят. До вот этого могут швырнуть. Главное, про неё не забыть. И... И, наверное, вот здесь я поставлю своих лучников. Пускай стреляют тех, кто будет башню убрать. Нормально как раз получится у них. Здесь ещё в этот самый военачальник. А своих этих я высажу сразу. Оп. Погнали. Сразу высаживаем и будет помогать. Превосходит, да. Сейчас по башне будет стрелять, кстати, этой башне кирдык. Моментально. Не двигаюсь я пока. Не шевелюсь, чтобы не заметили меня. Башни стреляют. Естественно, да, не попал никуда. Сюда идёшь. Вот, слушай, сейчас можно будет потихоньку уже идти за этой фигнёй. Но пока вот эта конница не пробежала, это опасно. Лучше не трогать. Так чё? А, они стреляют, да? Застрельщики из пустыни. Блин, плохо надо было сюда поставить своих стрелков. Они бы тогда этим застрельщикам так поднасрали немножко. А так, получается, они ещё в спину расстреливают. Это кто? Тоже застрельщики? Ну да. Всё, побежали сюда. Убьём хотя бы у них эту грёбаную фигню. Да ладно, там полководца-то толком нету. Блядь. Ну, естественно, я просрал момент. Естественно, я просрал момент. Иди, помогай. Иди, помогай. Не поставил никого в черепаху, блин. Бегом, бегом, бегом. Поселение горит. Ну, бывает, что теперь. Сейчас мы убьём анагра за то. Чтобы жизнь мёдом не казалась. Наши люди отчаялись. Да перестань, чё, уже что ли? Здесь... Ладно. Так, есть наёмников с анагром. Это наёмники, кстати, да? Наемников я замочил. Плохо, блин. Это всё из-за того, что грёбаную черепаху не поставил. Здесь пошла жара. Где мой конец? Давай сюда. Сейчас попробую ещё по прачникам вдарить разок. Стреляй. Стреляй огненным. Стреляй огненным. Сломлены. Не давай, не давай им в тыл ударить. Не давай им в тыл ударить пока что. Блин, поймали. Поймали моих скаутов. Это кто такие? Застрельщики? Ну, кстати, застрельщики могут быть и проиграют ещё. Моим. Понятно. А в эту сторону они не стреляют. Не так, как в арене. Они только туда стреляют, да? Ну, стреляйте туда. Бывает. Уходи, уходи уже. Всё. Ходим. Можно попробовать сейчас поймать вот этих. А, нет, всё уже, да? Бывает. Так, сколько я в них убил? Тьфу, блин, 154 человека. Ни о чём. Ни о чём. Я у них замочил анагар почти полностью. Расформируют они его, да и всё. Наверное. Чё не сделать с поселением? Вот один единственный фейл, то есть не успеваешь нажать на... Грёбаную кнопку. Да, анагар я полностью замочил. Они её оккупировали, надо же. Ну, ладно. Ок. Оккупируйте. Кринем, они дальше не побежали. Здесь застряли. На следующий ход не факт, что они успеют добить... Добежать до этих... До этого поселения, как он там называется? А, Дру. Дальше не могу прочитать. Восточная Римская империя, но у них своих дел хватает, помимо меня. Пока что они ещё там рубятся. ещё меня должны... Ну да, вот, мавры. Мавры нападают. Так, это, кстати, флот, по-моему, насколько я понимаю. Один-единственный бич, поэтому нет смысла на него нападать своим флотом. Ну, да, это флот, а это обычные грузовички. Ну, можно попробовать, кстати, дождаться их. Они же будут тоже с моря нападать. И попробовать высечь вот этого вот полководца. Хотя зачем? Ну, пускай. Чисто поугарать. Почему нет? Или конницу поймать, например, какой-нибудь своим морячком-то. Сейчас попробуем. Почему нет? Надо пробовать новое. Когда еще в таких битвах пробовать что-то новое, правильно? Встретимся на поле боя. Итак, тут еще фишка в том, что у меня своим генералом вонючим может... А, вон он, собственно. У меня своим генералом вонючим может потроллить. Мне где-нибудь надо стоять в рейнже башни вот здесь. Если он вдруг решит все-таки меня перехватить, то я смогу его спровоцировать на то, чтобы он в рейнж башни зашел и башня по нему постреляла. Звучит фантастично. Так, что за поселение? А, примерно такое же поселение. Такое, да не такое. Так. Вот, можно здесь поставить баррикадку. Или здесь лучше поставить баррикадку. Если я вот здесь поставлю баррикаду... Подожди, они же все с моря пойдут, я правильно понимаю? Или у них где-то конница еще? Вообще непонятно, на самом деле, откуда они появятся. Каким макаром. Ну да, если я вот здесь поставлю баррикаду, вот тут... А, так что ж ты? Уйди отсюда. Вот, вот здесь поставлю баррикаду, то я смогу стрелять лучниками вот по ним, отсюда. Или даже нет. Я лучников сюда поставлю. Так, блин, это кавалерия, а не лучники, добил. Лучников поставлю вот сюда, даже вот сюда вот. А своих вот, например, лимитанов я поставлю... Вот так вот закрою. Вот, как горту поставлю вот здесь. Шпанить свои пилу мы через спину им кинули. Эти с этой стороны постреляют. Так, да. Вот этот гражданин у меня... У меня больше пиктуры нету, блин. Вот тут бы как раз и пригодился вот этот, да, чел? Может его высадить лучше? Нет, 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 нет. Лучше я поставлю как горту вот здесь. Вот в этом проходе. Главное, опять не провафлить момент. Здесь поставлю как горточку. Оп. А вот эти ребята будут кого-нибудь ловить. Только кого. Ну че, поехали. Где враги? Сюда поплывет? Интересно, кстати, слушай. Пускай плывет. По нему постреляет. Башня. На горизонте подкрепление. Ну вот вопрос. То есть идти убить их того генерала... Правда мне это, наверное, нисколько не поможет. Потому что он не считается генералом общей битвы. Это оно подкрепление. Или все-таки здесь. Не знаю, слушай. Сейчас посмотрим, как пойдет. Давай-ка я побыстрее включу. Интересно, что не делать будет. Он стоять просто будет, что ли? Да, он вообще стоит, не двигается, короче. Ну ладно. Так, а где здесь кто-нибудь? Ты кто? Наемные копейщики. Так, ты кто? Новобранцы. Ты кто? Новобранцы. Новобранцы. Войны пустынных племен. Мне кажется, вот этот вот чел, это генерал, нет? Стрелки. Новобранцы. Новобранцы. Легионеры. А, это наемные легионеры. Полководец в опасности. Защищайте его. Тихо-тихо, стрелки. Новобранцы. Нам больше нечем стрелять. А что там происходит? А, блядь. У них конница, короче, я понял. А, конница же высаживается всегда... заранее. Они сломлены, они бегут. Конница всегда заранее высаживается. Это фей... Фейл, фейл, фейл. Я свою конницу просрал бесплатно. Невнимательный. Давай хоть вот этих новобранцев покоцаем. Да, блин, да шо ж такое, ты никого убить не можешь. Жуть какая-то. Не может никому прицепиться, сука. Что вот это вот такое вообще? У нас не осталось надежды. Врагов слишком много. Да нормально, не парься так. Пламенный выстрел. Давай-ка я поставлю. Успел. Я могу здесь высадиться, кстати, и в тылом ударить. Если что, потом вот сюда. Они обходить будут вообще или никак не будут обходить меня? Они что-то не хотят обходить на самом деле. Иди помогай. Иди помогай, только не стреляй никуда, пожалуйста. Смотри, я убил тут. Давай, высаживайся сюда, короче. Скучненькие стоят. Смотри, я со своими собственными лучниками сейчас, да? Поджег свое же поселение. Или у них вот эти рейдеры? Да нет, вроде. Давай. Да, это налетчики. Вот, налетчики из пустыни. Они мне подожгли все. Давай-давай, высаживайся. Сейчас попробуем. Вот эти, наверное, сейчас новобранцы, конечно, на моего сагрятся. На моих моряков. Ну ладно, давай тогда зарубимся с новобранцами. Я надеюсь, что у меня получится их убить. Но я не могу бежать, когда они меня рубят, правильно? Сюда стреляй. Я очень хотел бы перерубить честного бранца и в тыл ударить. Блин, сейчас бы конница так помогла, а я ее просрал бездарно. Я забыл совсем про вражескую конницу. Ее не видно было. Изначально. Потому что это подкрепление. Фейл, фейл, фейл. Но ничего. Научимся еще. Их флотоводец все еще плавает там что-то. Вы что, новобранцев даже убить не можете? Алло. Ну капец. Не, ну так, конечно, блин. Наши люди отчаянны. Ну нормально, воинов на верблюдах-то покоцал. Сейчас бы очень конница помогла вот сюда. Я бы всю ту толпу перехерачил. Это железно, блин. Возьмите их! Возьмите их! Лимитанов бы сейчас, блин. И она бы сейчас тоже эту конницу, блин, убрала бы. Они стреляют по своим, наверное, да? Вот эти придурки. Вообще не пойми, куда стреляют, если честно. Хорошо, я за стрельщиков так нормально покоцал тоже. Поселение пожег. Свою собственное. Да, они бы тоже нехило пожгли. Стрел уже не осталось почти. Ну вот сейчас новобранцы будут с моими лимитанами драться, да? Так, ну беги. От тебя толку все равно никакого не будет. Беги, сражайся. Чисто насчет количества. Может, поможешь. А что делать? Войны на верблюдах потрясены. Прикольно. Толководец высадился. Ну, это этот флотоводец, который. Тяжело вооруженные пираты из пустыни. Я новобранцам даже, походу, проигрывают. Лимитаны, да? Угу. Да. Лимитаны даже проигрывают. Гребаным новобранцам. Ух ты. Надо же. Суточок такой, блин. Пробежал, продавил всех. Строй никто не держит из моих. Ну, тут все. Я больше ничего не могу сделать. Как же мне сейчас конница помогла бы? О, это была бы песня. Можно было бы ворваться в тыл. Вот эта вся толпа побежала бы. Я больше, чем уверен. Я ее так бездарно просрал. Наши воины пали духом. Да я понимаю. А что сделаешь? Ладно, давай. Дадим им умереть спокойно. По-быстрому. Точнее. Я даже мог бы выиграть, может быть. Нет, серьезно. Если бы конницу не просрал, я мог бы выиграть. Может быть, если бы я высадил... Мои морячки тоже особо не сыграли роли, да? А если бы я их высадил, вовремя завел бы, они бы мне помогли. Вот здесь, например, помогли бы сейчас. В общем, да. В общем, да. Теперь знаю, как лучше было бы играть. По-моему, их лучники мне больше помогают, чем им. Смотри, вот эти вот бегущие верблюды, они еще сломлены, но они сейчас вернутся и ударят меня в тыл. Когорты очень хорошо держатся, конечно. Мне нравятся. На удивление. Сколько я еще получил боевой дух? Минус два. Ближний бой. Минус два. Противник атакует баррикады. А зачем она вам? Ну, ладно. Нужна, наверное. Морячками никого там не поймал. Хотя там как раз у них было бы преимущество из-за морской болезни у врага. В общем, три фейла. Первый фейл, то что я конницу проебал, пока с моряками возился. Второй, то что я не поймал моряками никого на море. Третий, то что я их не высадил вовремя, этих моряков. Лучше бы их, ну, их либо тот, либо тот, да? А я оба сделал фейлы. Молодец. Смотри, мне когорты держатся до сих пор. Жуть какая. Нет, все. Начали моргать. Все. Люди сломлены и пытаются спастись бегством. Ну, им это дорого стало. Разгром, да, разгром. Сколько они... Да ладно, всего 300 человек. Да, немного. Ну, можно было бы гораздо больше нахерачить у них. Гораздо больше. Что они сделают с Тингисом? Нормально. Вообще покосали, да? Так. А, они разграбили просто его, да? Ок. Они разграбили, значит, у меня он будет восстанавливаться просто-напросто. У меня там сторожка стоит. В следующий раз я им просто так не дамся. Псение разорено. Это вандалы разорили. Ок. Мавр и Тингис. Ну, только что вот это сражение было. Противник начал осаду. Линк, Нижняя Британия. Казна пустая. Где же она пустая, ребята? Все нормально у меня с казной. Потери у Бурсии с Германией. А, это вот из-за голода. Плохо. Вот это вот вообще вот лишнее. Реально. Повысился или понизился? Я не понял. Вроде повысился. А что он у меня повысился? Странно. Реценолик. Текущий общественный порядок. Ну, да. Ага. Отлично. Мой этот самый усыновленный чел занял должность. Вот он занял должность. Шикарно. Это что? Найти жену. Политическое действие даст результат в начале следующего хода. Очки влияния 20. Давай, жену ищи, гондон. Нужно, чтобы вы плодились и размножались. Так, теперь ты можешь что-нибудь сделать? Ты. Ничего не может никто сделать. О, вот этот может что-то сделать. Интересно. И что ты можешь сделать? Собрать поддержку. Попытка поделиться в поддержку элиты лучшего контроля политической ситуации. Очки влияния 25. Что очки влияния 25? Попытка пойти в ученики к более высокопоставленным персонажам, чтобы... Угу. Усыновить. Преднадлежит. Усыновить персонажа, чтобы в будущем он служил интересом вашей семьи. И это тоже может что-то делать, обеспечить верность. Повысить верность персонажа и уменьшить шансы на предательство. Давай повысим, кто у нас тут. Вот этот вот Луций Марцелл. Это каким образом, интересно, жена будет повышать верность? Его. Я даже не знаю, если честно. Так, Хиларий. Второго уровня вот этот чел. Давай попробуем его усыновить. Может он? Усыновить. Вот этого Хилария. Он прикольный. Очки влияния 50. Оп. Так, этот ищет жену. Ну, этот ничего не может. Этот ничего не может. Ну, и все, наверное. В принципе, не знаю, что еще можно сделать. Пока что в политике я не очень рублю, блин, если честно. Хорошо, ход закончился. Деньги у меня идут минус. Но, как бы, это из-за того, что у меня очень большие расходы на армию. Увожу я вот этого чела, которого, кстати, я хочу усыновить. А что у него опять значок этот висит? Почему опять значок висит о том, что... Глядь, вы что, угораете? Нет, серьезно. Это то есть вот сейчас сказали, что казна пуста, и типа из-за этого у меня опять идут не повышения, а понижения. То есть у меня сейчас разбегаться все будут. Хотя денег до хрена. Что за дерьмо вообще? Блядь, это как бы раздражает. То есть у меня сейчас даже повышения не идет никакого. Из-за этого. Блядь. Че, серьезно? Сколько это можно терпеть бы? Шумать так. Здесь я на разделение обязанностей ставлю. Здесь нанимаю полностью весь флот и сейчас буду атаковать вот это дерьмо. Ужас, пучины. Это кто вообще? Юты. Со всеми я по-прежнему воюю. Тык. Где мой Гонорий? Гонорий, отдай, пожалуйста, все свои... Отдай мне все, что ты жрешь. Отдай все свои гребаные войска. Тому персонажу внизу. А сам отвали пока. Так, ты теперь что можешь сделать? Ты можешь свалить куда-нибудь, но, блин, мне тут страшно идти по этой дороге. А что ты можешь сделать, если ты, вот, например, ведешь так... Ну, только до сюда максимум, можешь дойти до колонии Агриппина, дойти он не может. Поэтому нафиг такое счастье. Нет, ну, серьезно, что это за издевательство? У меня же плюс был. По деньгам. Вот плюс по деньгам. Раздражает, блин. Сейчас я опять получу минус по всем моим... Сука. Так, что я могу из наемника взять? Могу найти наемника метателя из пустыни. Они мне нужны? Нет. Они мне явно не нужны. Мне конница нужна, суки. А конницу мне не дают. Плюс у меня идет гребаная... Плюс у меня гребаная... Дезертирство идет. Что не может не бесить. Поэтому я без конницы сюда суваться даже не буду. Что такое три отряда? Бред какой-то. Возьму двоих найму. Один оставлю для конницы. Ну и плюс, может быть... Короче. Попадалово какое-то. Это что? Причал? А, в Тингисе колония стоит. Вот поэтому они... Цена ремонта 1900. Да охереть. Нет, спасибо. Постройка повреждена. Слабленный. Нельзя улучшать сама себя. Постройка восстанавливается медленно, зато бесплатно. Чтобы потратить деньги и отремонтироваться, воспользуйтесь следующей кнопкой. У меня сейчас... Ух ты. Сразу гарнизон целый. Посмотрите. А как так? Интересно. Ладно. Я вообще не против. Что он целый. Бред, конечно. Ну ладно. Так, ладно. Пока... Суть до дела. Давайте мне еще одна битва здесь есть. Морская. Давненько я хотел в Москву битву сыграть. Что, авторасчет говорит, что в принципе я и так победю, но надо же попробовать, как оно вообще. Что у них тут? Это, я так понимаю, штурмовые корабли. Пять штук вместе с генералом. И два стрелковых. Генерал, причем какой-то с топором. Ну, встретимся на море боя. Или как сказать правильно. Сухая погода. Отлично. Начать. Смотрим, что у них тут. У них впереди идут как раз вот этих три ударных корабля. Один ударный корабль сзади. И три застрельчика. У меня тоже есть застрельчик. Только вот такой. Небольшой. Я его поставлю здесь и буду плыть отвлекать. Так же, как я, ровно так же, как я делаю во Втором Риме. Мои три ударных корабля таранных пойдут сбоку. Мой генерал немножко подаль. Чуть-чуть. Вот так. А этот вступит в бой. Ну и моя арта пойдет кого-нибудь долбить. Например, вот этого. А куда ты плывешь в технике? Горел куда-то плыть, что ли? И мои три волшебных ударных корабля сейчас будут топить вот этого чела. Но ко мне надо немножечко развернуться, потому что неудобно. Как вы понимаете. Так, ладно. Ты как бы плыви так, уже бог с ним. А ты вот так немножко. Так вот достаточно будет, мне кажется. А нет, ты вообще так плыви пофиг. О, да, отлично. Он сагрился. Все, пускай он за ним плавает. Да усеру. Должен его посадить. Все. Потопишь ты его? Пожалуйста, потопи его. Генерал! Давайте, давайте, ребята. Мне нужно, чтобы вы потопили этот гребаный... Вот этот вот. Противник идет на ворнаж! Стою! Потопите его. Давайте, давайте. Вы что, дебилы? Нет, серьезно. Кто вот так вот таранит? Я херею, дорогая редакция. Серьезно. Ты куда плывешь, баран? Что? Куда вот он плывет? Не, ребята, я так не могу, блядь. Это какой-то ппц. Разворачивайтесь тогда, блядь. Кто собрался с духом, блядь? Блин, это какая-то свалка, реально. Этот остановился тоже. Я херею, дорогая редакция. Серьезно. Показываешь ему плыть в одну сторону, а он плывет в другую. Я такого давно не видел, блядь. Этому тоже сказал от тарана, а он к своему же собственному кораблю приплыл. Прилип, точнее, или как сказать. Разворачивайтесь, бегут! Броши! Развернись, блядь. И дай ему таран хороший. А ты поэтому тарань. Там понятно все. Я просто зазевался пока. Сейчас ты сможешь затаранить его, или ты сейчас опять повернешь и в собственный корабль долбанешь? Ну, наконец-то. Хоть какой-то таран более-менее, блядь. Ну вот, все, потопил. Отлично, потопил этот, потопил этот. Ну, это, конечно, бред. Можно было сразу все сделать, а не заниматься вот этой гомосятиной. Так, мне нужно теперь еще два корабля потопить. Они убили моего стрелка, естественно, про которого я забыл. Если бы я на самом деле про него не забыл, а плавал бы нормально, то все было бы нормально. Иди дай ему таран хороший. Ты этому дай таран. Волнуется мой генерал. Тарана не получится, я уверен, нормального, блядь. Потому что крепкие корабли должны быть. Ну, хоть что-то. Так, есть. Не убил, да? Ну, естественно, не убил. Так, подожди. Нет, я думал он сейчас тоже займется абордажем, но нет. Так, ну я немножко его ударил, конечно, но это все, это... К сожалению, ничего хорошего с этого не выйдет. Давай. Бывает. Так, есть. Отлично. Теперь вот этого. Все, победа. Но это, конечно, бредовая победа. Просто тупо из-за того, что вот эти дебилы, блин, не могли нормальный таран сделать. Плыли хер знает куда, блин. Не знаю, потопите его можете, нет? Окончательно. Мне кажется, это уже не доплывет. Если только меткий выстрел не сделает из него дырку. А, все, патроны кончились. Все, ладно. Первая победа, да, согласен. Полный отстой. Генерал у них сдох. У них сдохли все корабли стрелковые, и один кораблик у них выжил окончательно, сука. Грибаный таран. Так, я себе заберу по 5%, наверное. 183 монеты ни о чем. Самый дешевый корабль я потерял так. Ну, куда вот ты плывешь? Вот, сука. Прямо, прямо около моего полководца, которого я собрался высаживать на море. Его добивать надо, естественно. Иди сюда, падла. Глупо получилось. Ну, ничего, я разберусь в особенностях местных таранов. Давай, чтобы никого не потерять, я, пожалуй, сам его затоплю. Блять, если сейчас опять зафелюсь. Поехали. Так, как же мне его лучше... Давай попробую два тарана ему дать, но должен он. Они должны, суки. Такие. Должны нормально все сделать. Вот эти я, пожалуй, не буду использовать. Только в крайних случаях. Ну, ладно. На крайний случай. Постреляй пока. А вы двое выезжайте вперед. Мимо. Развести надо немного, чтобы... Все, вот отсюда. Чтобы с двух концов нападали. Ну, сделайте нормальный таран. Есть. Раз. Утяж там выль. Есть. Придурок, ты по-своему же попал. О, жуть. Потери один. Ну, правильно, он своего грохнул, дебил. Ладно. Никого не потерял, бог с ним. Ну, вот, короче говоря, можно таранить, если преимущество по численности. То дешевых кораблей таких вот таранных понаделать, и нормально. Главное не зафейлиться. Что такое? Есть. А что это у меня такое тут? Что там? Разорение? Не разорение? Чего? Чего? Противник готов. Повышен ранг. Германское море. Ага. Хорошо. А че? Добавить окружение. Стоимость строительства, стоимость исследований. Скорость исследований. Военных технологий. Да давай. Так, и вот так. Триполитания, нехватка пищи. Бывает. Со всеми я воюю. Да, по-прежнему со всеми воюю. И вот этот гражданин должен высадиться. Пожалуйста, на море. Не могу, к сожалению, его засунуть в корабль, и не знаю вообще, как это делается в этой игре, блин. Ну, очень сильно раздражает то, что я получил штраф по... Гребаный. Как она называется? Ну, по деньгам. Подбешивает, я бы даже сказал. Ну ладно, тогда следующая битва будет с аксами. Вот, этими силами, плюс гарнизон. В принципе, можно авторасчетом, но нет. Я хочу сам, естественно. Думаю, что у меня лучше получится. А если не получится, значит, криворуки и руки надо выпрямлять. А как я хочу выпрямлять, кроме как в битвах, правильно? Ну, наверное, эту битву все-таки я в следующей серии уже проведу. Что-то я уже подустал эти битвы проводить сегодня. К тому же меня расстроила моя морская битва, которую можно было сыграть намного лучше. Я знаю, что ее можно было сыграть намного лучше. Всем спасибо, кто смотрел. Это был Кот. Это Аттила Total War. Легендарный уровень сложности за Западную Римскую империю. Война против всех. Никакого мира. Всем пока.